Ветер перемен в Киеве дует то с востока, то с запада. Всего за пару недель до подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, украинские власти развернулись на 180 градусов. Правительство заявило, что отношение с Россией – приоритет. Партия регионов, в которую входит и президент Янукович, отметила, что Украина несет большие потери из-за охлаждения отношений с Москвой и не может это игнорировать. С другой стороны, одно из ключевых условий ЕС для подписания соглашения – освобождение бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко или хотя бы отправка ее на лечение за границу. Пойти на этот шаг Киев не согласился. Украинские обозреватели опасаются, что Виктор Янукович стремится попасть в клуб пожизненных президентов, поэтому ищет друзей в Кремле, а не в Брюсселе. Скорость вращения киевского флюгера измерила Анастасия Ханякина. Шаг вперед, два назад. Куда ведет страну действующий президент, долго никто не мог понять. Виктор Янукович многие месяцы вел переговоры с европейскими дипломатами, но не выходил к прессе. Определенность появилась после полного провала внеочередного заседания Верховной Рады в среду, которое было назначено для голосования по евроинтеграционным законам. После, судя по всему, окончательно упущенного шанса на ассоциацию с ЕС, президент Украины пошел в народ. Сделал он это в Запорожье в день 80-летия местного металлургического завода. Он объяснил, соответствовать европейским стандартам дорого, а Россию, как беспроигрышного партнера, Украина теряет на глазах. Сейчас добавилось значительное снижение товарооборота с Россией. Почти на 25%. Главная украинская заключенная Юлия Тимошенко слишком дорого обходится стране, подчеркнул Янукович. Именно из-за нее из-под носа украинцев уплывает соглашение об ассоциации с ЕС. Посетовал глава государства. А из госбюджета также безвозвратно утекли миллиарды долларов. Проблемы, которые мы получили в 2010 году с ценой газа, которые принесли нам более 20 миллиардов долларов убытков за три с небольшим года. Вы вдумайтесь только в эту цифру. Цифры. Вот чего не хватило президенту для волевого политического решения двигаться в Евросоюз, считают эксперты. Европа должна была более предметно поддерживать Киев на верном пути. Но легкие деньги не были обещаны ни международным валютным фондом, ни какой-либо другой европейской институцией. В противовес Россия предложила изменение условий поставок газа, уверены эксперты. Другого объяснения двум покрытым мраком визитом Януковича к Путину оппозиция найти не может. Подтверждение геополитического разворота, внезапное задержание и допросы адвоката Юлии Тимошенко вместо прекращения избирательного правосудия. Президент не хочет раскрывать информацию. А если он не хочет раскрывать информацию, значит переговоры идут против украинского государства. На мой взгляд, президент просто ездил продавать Украину. Оппозиция заявила, что будет бороться до последнего, тем более, что Европа толерантно отнеслась к украинской политической несостоятельности. Из Брюсселя в Киев просочились слухи, что решение об ассоциации может быть принято не 19 ноября, как планировалось, а за считанные часы до саммита в Вильнюсе. Судьбоносный для Украины форум намечен на 28 ноября. А на ближайший вторник рабочая группа Верховной Рады подготовила единый законопроект о лечении заключенных за границей. Он допускает тюремные каникулы. Осужденный сам оплачивает лечение и обязуется вернуться в Украину в 10-дневный срок после окончания лечения. Сложность только в том, что представители власти не принимали участие в заседании рабочей группы. Соответственно, законопроект обречен. Может, на Януковича снизойдет прозрение, и он все же примет решение выполнить требования Европейского Союза и подписать соглашение. Поскольку прозрение Януковича вариант маловероятный, оппозиция обращается к избирателям. Она призывает всех украинцев выйти на улицы 24 ноября и таким образом сделать свой европейский выбор. По последней статистике, 45% украинцев за подписание соглашения об ассоциации. Но готовы ли все эти люди к большому протесту, неизвестно. Если Украина провалит соглашение с Евросоюзом, исправлять ситуацию придется уже новому президенту. Если, конечно, украинцы не переизберут Виктора Януковича в 2015 году. Ну а пока Европа продолжает поставлять Киеву зацепки. Например, если Виктор Янукович не отпустит Тимошенко на лечение до саммита в Вильнюсе, но пообещает решить этот вопрос, соглашение с Брюсселем может состояться. Кстати, 27 ноября у Юлии Тимошенко день рождения. Если ее к этому дню не отправят на лечение, то 5,5 лет тюрьмы Юлии Тимошенко фактически гарантированы. Анастасия Ханякина, Киев, Украина. Специально для...